Неурядицы в банковском секторе начались с самой неудобной момент, когда ФРС собирается для обсуждения дальнейшей монетарной политики. Завтра может быть заявлено об очередном повышении ключевой ставки уже до 5,25%, однако это грозит продолжить череду банкротств региональных банков США. Турник начался с обвала акций целого ряда банков размером поменьше, чем недавно рухнувший First Republic. Это PacWest с активами на 40 миллиардов долларов, Western Alliance с 67 миллиардами, Xeons с 81 миллиардами и ряд других. Есть и другая проблема. Доходность по трехмесячным казначейским облигациям США достигла 5,2%, максимума с 2000 года. Еще год назад проценты по этим облигациям колебались в районе 1%. Сейчас они подскочили из-за роста ставки и из-за опасений по поводу дефолта. А это дополнительная большая нагрузка на госбюджет. Уолл-стрит пытается заверить инвесторов в том, что с 1 июня США не объявят дефолт, хотя об этом и заявляет глава казначейства Джанет Йеллен. Американскому правительству хватит свободных денег, чтобы дотянуть до середины июня, а там ожидаются новые налоговые поступления. Однако в любом случае инвесторы начинают нервничать. Спрос на кредит на дефолтные свапы, казначейских облигаций, своеобразную страховку от дефолта США вырос до рекордно высокого уровня. А финансовые рынки вкупе с еще с успевшими разориться банками усиливают давление на ФРС, требуя одного – прекратить закручивать гайки с повышения ставки, ведь иначе банковский кризис будет только усугубляться, обслуживать долги станет все сложнее.